Более года назад пятый по счету Институт Конфуция в стране открылся в Бресте на базе Брестского университета имени Пушкина. Важность события заключается в том, что теперь у брещан расширяются возможности для углубленного изучения китайского языка. Помимо студентов, обучение проходят уже и детские группы, а также группы взрослых слушателей. В преддверии Дня китайского языка представители Института Конфуция отправились в Брестскую школу номер 28, с которой ведут тесное сотрудничество. Это праздник не только китайский, он был учрежден Департаментом общественной информации ООН. Мы здесь в этот день, потому что мы хотим отметить этот праздник вместе с людьми, которые изучают этот язык. А еще для того, чтобы люди помнили про известного китайского историка Цан Цзэ, который создал систему китайского языка. Ведень китайского языка установлен в память о нем. Представители Поднебесной империи убеждены, у 28-й школы есть хорошее будущее, связанное с этим языком. Он преподается детям уже с самого маленького возраста, а вместе с ним изучают язык в институте и преподаватели этой школы. Что важно, у Института Конфуция стоит задача отправить в Брестскую школу китайского преподавателя. Без этого никак, ведь занятия с носителем языка считаются наиболее эффективными. Они увеличивают скорость усвоения материала и способствуют быстрому привыканию к речи. Начинаем мы работать с детьми со второго класса в основном. Конечно же, потихонечку идет небольшой отсек детей, так как все-таки язык очень сложный. Это один из самых сложных языков в мире. Конечно же, хочется, чтобы язык был как основной у многих классов. Преподаватели. Самая большая проблема с преподавателями. Да, в настоящий момент работаем с белорусскими преподавателями, но все-таки без носителя китайского языка очень сложно. И когда у нас на базе школы работало два китайца, то, конечно же, был и результат гораздо выше. Весь мир с нетерпением ждет победы над коронавирусной инфекцией. К сожалению, она затрудняет осуществление всех планов по сотрудничеству между нашими странами. Но цели поставлены, и рано или поздно, наконец, появится шанс их осуществить. Мы очень надеемся, что скоро пройдет коронавирус, тогда мы сможем проводить много совместных мероприятий. Например, летнюю и зимнюю школу изучения языка здесь. Еще у нас есть программа, по которой дети смогут приехать в Китай на 2-3 недели. Но не только дети, даже преподаватели и директора школ могут иметь шанс посетить нашу страну с целью обучения. Мероприятие состояло из двух частей. Сначала дети под руководством сотрудников Института Конфуция разучивали китайскую песню под названием «Где весна?». А после активно и с задором приняли участие в игре, суть которой заключается в поиске частей четырех иероглифов. И составление из них фразы «Мне нравится китайский язык». Прививать малышам любовь к новому языку важно и нужно. Может быть, через много лет это им поможет при выборе профессии. Ведь китайская экономика занимает одну из лидирующих позиций в мире. И специалисты, владеющие языком Поднебесной, уже сегодня востребованы во всех сферах. Я решила связать свою жизнь с китайским языком, потому что китайский язык стал частью меня. У меня много с ним связано. Я побывала в Китае, участвовала в многих конкурсах, связанных с китайским языком. Я поступаю в Лингвистический Минский университет на факультет китайского языка. В дальнейшем я хочу поехать стажироваться в Китай, если у меня будет такая возможность. А дальше уже будет видно, как сложится все. Алена Миневич, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.